Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и довольно такая удобная постановка На самом-то деле, если бы знали, насколько хорошо будут развиваться события комплекции Наверное, купили бы диффуз киты А так последний Relix будет отбиваться сразу с этих двоих Один байтит на себя внимание Второй пытается диффузить в это самое время с калашом на руках Но тех же самых китов не хватает Да, Relix все прекрасно понимал Но вышел все-таки чуть более агрессивно, наверное, чем того заслуживая ситуация И, естественно, отдался на таком-то проценте здоровья Так, сейчас я себе чат подберу Хорошо Оп! И вот он и чат Поменяйте название стрима Друзья, поменяю все в перерыве Потому что в темпе вальса здесь пришлось врываться в соло во все это дело Ого, бесшумный Бесшумный деп В тапках мягких по нюху вышагивает Ну и смотрим Комплексити так или иначе переворачивает ситуацию в принципе уже по началу этой самой игры На карте нюк И выбирают неожиданно, что из соперников отцов Наверное, все будет намного лучше здесь Ну и попытка все-таки ввязаться более-менее хотя бы какую-то борьбу за эти самые раунды Закупка пяти деглов из пяти возможных от ТСМ ничего особо-то не приводит Вольфа как-то два минуса Хотя разбирается реликс довольно-таки удобно А по улице уже с двумя соперниками, врывавшимися на него сразу с нескольких позиций Ну и теперь под контроль ему попадает еще и емочка 20-патронная И, в общем, несмотря на то, что положение этого господина на карте известно Вагон времени целый Ну вот, наверное, отрицательным фактором для него служит то, что бомбы в руках нет За ней еще придется выше Ну и здесь комплексите, наверное, не стоит его все-таки пикать А попытаться как-то разбрестись по плентам Вертикально друг на другом встать И уже разруливать на моменте занесения этой самой бомбы в плент Пока все четко, контролируется и точка А, и подходы к точке Б И, в общем, никуда комплексите сломя голову нестись не стоит Так, ну и еще одна голова полетела На этот раз Сейп отдался Путешествия Неимоверные реликсы и продолжения продолжаются Но при подходе на постановку бомбы на точку А был законтролен Застигнут врасплох тем самым депом И все-таки со своими проблемами комплексите в этом раунде справились Плюсы для ТСМ А посредством пяти деглов и не закупки арморов И вообще не траты денег на какие бы то ни было гранаты Они уничтожили сразу четверых соперников В будущем это, конечно же, скажется И даже, наверное... Ну, не наверное, а на 150% из-за возможных Просто-напросто победа в этом раунде Принесет серьезные экономические и стратагические проблемы для комплексите Будущие два сливных раунда Потому как просто-напросто не будет никакой экономики И данный раунд закупка в ноль Но вот настолько быстро пытаются действовать ТСМ И насколько неприятно Ни одного минуса так и не сделали Бомба Попаляется на открытом реликс Последний, голова полетела при заходе в мейн И очень четко тот самый раунд, который ТСМ должны были раскомбинить И довести хотя бы до белого коленя своих соперников Там уничтожив хотя бы троих на нем Это вот задача была минимуму поставить бомбу И какой-нибудь клач И они просто-напросто побежали, сломя голову Отдались, ни одного минуса не сделали И вот, наверное, какой-то начальный спрут Экономическую войну в первую очередь проигрывают уже Еще и играя за слабую сторону Себе оставляют все меньше шансов для того, чтобы набрать Набрать неплохую серию в ближайшее время ТСМ Экономического характера Просто-напросто голые пистолеты на руках Всего лишь один армор И полное отсутствие каких бы то ни было Гранат Один Диггл на дальнюю дистанцию Никак этот самый Диггл не может попасть Наконец-таки Дейзи реализует его Четко в голову прописал Аж с четвертого выпада Икс-рей вруби Сорянчик, есть контакт Так, все, по звуку все нормально, надеюсь, да? Никто ничего вроде не пишет Ну мы смотрели предыдущие четыре раунда Как истинные профессионалы без икс-рея При понимании того, что происходит на радаре Тут же все понятно Карта вертикальная, поэтому Все было четко Так, ну и Одна голова отлетела Минус Сюрил Дальше, в принципе, проводят ТСМ Вот так раунд, как, наверное, должны были проводить предыдущие Четко и контроль, а теряются комплексити И пока что В понимании вообще, куда будет разворачиваться эта самая атака Просто-напросто интуитивно Смотря каждой свою позицию Подозревая вообще каких бы то ни было Самых неимоверных позиций Но врываются на точку Б Уже это СМ Имея девайсы на руках Комплексные позиции до поставленной бомбы Пытаются комплексно сквитать здесь дистанцию Но эта самая бомба заносится И только после этого в бомбкере Ложиться в горизонтальное положение Отдыхать до окончания этого раунда Ну и Реликс, Человек и Пароход Вот просто постоянно в каждом раунде Он последний бомба Не сказать, что удобно для него стоит И точнее, совершенно удобно Естественно, что За этой цистерной Ну и как бы на бомбу он здесь сыграть уже не смог Попытался отсечь человека Который бродил и искал его глазами И это у него не получилось И еще один раунд для себя комплексно набирают Уже делая счет 4-1 Благо, что была поставленная бомба Звук КС потише Давайте дедовским способом Это сделаем Ого, а тут Ну как-нибудь вот так КС потише Все, все, друзья, сделал Потише, спасибо Так, ну и что Даже АВП появляется и в той, и другой команде Первый раунд со снайперскими винтовками Будет проводиться Четко и контрольно пытаются через улицу действовать ТСМ И в принципе эту самую улицу Ни однажды еще комплексти четко не занимали Действуя вот Из глубины гаража Из-за цистерны Ну и вот Дэп удивляет в очередной раз Хотя это не первая ситуация Когда он мелькает своей головой И пытается стрелить по проходящим за красным лаком Правда на этот раз не совсем аккуратно Просто-напросто один минус делает На этом его нейтрализуют Но в эту борьбу подключается АВП Сюрил А вот скорее всего он здесь не будет жильцом Уже если моментально не эвакуируется Не эвакуируется Сгорают Его пятки вместе с ним Весь Сюрил Ну тут есть имейт Ну какая-то вот карусель пошла Каждый в каждого играет Вроде как бы неплохо вскрывали ТСМ и улицу Но по факту Неожиданный минус рампов был С лестниц На спуске на точку Б И дальше Уже просто на моменте паники Каждого ловили И каждый раз контролить не смог ФНС последний против всех О нем абсолютно никто не знает Даже не подозревают скорее всего Откуда он будет идти Потому что контроль от его абсолютно Не с той позиции Ну тут не разбиться бы А в спине еще торчал спастат Т5-0 от комплексити Так ну что Все нормально теперь да Да друзья Всю ночь вместе с вами мы проведем Звучит романтично Не правда ли Но тем не менее Дальше ожидают нас О великий Клоуднайн Где-то не будет спать один Петрик Наверное Смотреть за своими супер чемпионами Ну посмотрим Это будет вот вторая катка А пока у нас скажем Такая вот игра В североамериканском регионе Аутсайдеров Там ТСМ и занимают Если ничего не путаю Последнее место пока что Хотя опять таки отмечу Вот в сезоне Онлайн сезоне ЕЦС А втором Каждой команде Из 10 в таблице Европейская и американская Нужно аж 18 карт провести Ну вот Гигантский Гигантский отрезок Пусть и даже половина Наверное не прошли Но вот говорить о том Что наверное Серьезно вверх продвинуться И та и другая Пока что сложно Поэтому здесь Такая местечковая борьба Борьба опять таки За не вылет Из турнирной таблицы Потому как напомню 9 и 10 команда Покидают сезон И в следующем Уже не будут участвовать Ну а места С 5 по 8 Спокойно продолжат А с 1 по 4 Еще и на ланы Поедут Ну посмотрим Посмотрим Тут еще и все неожиданно На самом деле Может быть еще и комплекс Могут своих соперников Развести на поражение Допустим В первом сезоне Как раз таки Так и случилось В том же самом формате Проходили встречи И две карты Из двух Комплексити У ТСМов забрали Ну у ТСМов тогда Систат был Немножечко другой В самом-то деле Наверное даже Более сильный Более боевой И просто в этом В первом сезоне Они тогда и засветились Ну а пока ТСМ неплохо Проходят через улицу Наконец-таки Этот план Камкан Получился Стройный проход И под девятку И на нее Проходят двое Один попадает Из двери И здесь просто Напросто пошел Острел Последнего дезавуировали Попытался Быть неожиданным Мубер И пристроиться В спину Своему тиммейту С ВП Но понимает Что сразу Несколько фронтов Ему просто-напросто Не отстрелить Плюс еще Вертикальная синхронизация Соблюдена Один в пункте Тот, который ставил бомбу Один на девятке Ну и пошла спецбригада Большинства Точнее Ну да Большинство Причем серьезное Все гонятся за фрагом И бедного вапера Попытаются сейчас Ну вот Как кур вообще Во щип попал Убер здесь Конечно Ему было не сдобровать А ВП естественным образом Теряет Да еще и азим Очень неприятно Но это только лишь Второй раунд Для ТСМ Очень романтично Очень Так Ну и Кстати После нюка У нас Следующая карта Будет Да, два Более Скажем Балансная Хотя вот Меня в последнее время Радует Что и в азиатском регионе И в европейском Сегодня Нви Астрали С нюк у нас играли Американцы решили Нюк использовать Просто Просто праздник Какой-то Наконец-таки Все эту карту Заиграли Я ее На самом деле Признаюсь Очень сильно люблю После ее изменения Нравится она мне Все больше и больше С каждым разом Ну плюс радует Что здесь В последнее время Много набирает атак Деп В очередной раз Как будто вот Как будто он отсюда Ни разу не появлялся Как будто ни одного Минуса не делал Постоянная позиция На лестнице Постоянно один фраг дает Да и в этот раз Еще и живым уходит И абсолютно никем Не законтролен Даже хп не потерял Успел молотов И флешечку откинет Более упорную позицию На перетяжке занимает Уходит углубь винтов И в принципе Все опять-таки Занято у комплекции Стоит четкая ВП Стоит эмочка На точке Б И точка А контролится Никому никуда идти не надо Это плюс Запас по гранатам таков Здесь еще где-то на 30 секунд Времени Просто-напросто Отстанет своих соперников Хватит Ну и ценная информация Бомба заносит на точку Б Отлично Поги ту депа Попторный килл Еще одна голова полетела Контролит Из дабл дверей Еще одного Но растерялся В моменте выхода Просто-напросто На префайр Сюрил дает По информации Тиммейта Передной по цепочке Савика По депу Оставляя Одного единственного Реликса На разборку Сразу с двумя Ну и у того Никаких шансов В том плане Что на АВП 100% Нужно идти Не поблудить По этой карте Не выбрать ему Каких-то дальнейших Развитий Событий Вариативных Ого Замыкают его Довольно-таки четко Просто-напросто Сюрил контролил И моментально Высунувшись Голову из винтов На точке А Перекрывает 6-2 Трехкратное преимущество Для комплекции После серьезных проблем В дебюте этой карты В общем-то Они со всеми Своими делами Справляются Ну наверное Это СМ Сами виноваты Тот самый первый Девайсный раунд Не стоило Удивлять соперника Скоростью И не действовать Просто-напросто На космической На скорости света Стоило наверное Разрулить Как-то более Более медленно Тактично С прицелом На поставленную Помпу Тяжелый раунд Но вообще Пока что Брыжу Рампы Опять-таки Более-менее Девайсы есть Парочка калашей Были теки Один хромган Но Как казалось С ТСМом Неожиданные Неожиданные Врывы на радио На рампы И ничем для них Хорошим Заканчиваться Так Ну беготня Беготня На самом-то деле По карте Я вот Честно говоря Не проконтролил Чей-то был пик Но судя по тому Что я вижу Скорее всего ТСМ Не очень знакомы С картой Нюк По тому развитию Событий Которые есть Потому что По последнему времени Допустим Команды Которые Выбирают Карту Нюк Как свою Все-таки Обладают Каким-то Запасом Раундом На атаке Те же самые Шедевральные Нюкы Их улица Дымная Когда они Выстраивают Стенку И смоков Те же самые Virtus.pro Которые Через 3 молотовые 2 флешки И 2 смока Заходят на точку А Раскидывают Через купола Те же самые Я не знаю Дигнитас Тоже Классная Атака И абсолютно Вариативной И включающие С себя Раунды И Virtus.pro И Nipof И свои собственные То есть Потому что Делают ТСМ Я наверное На 99.9 Уверен Что это Все-таки Карта Комплексити Хотя посмотрим Какая у них Будет атака На второй половине Но Здесь Единственный Самый серьезный Вопрос Для ТСМ С каким Запасом По раундам Они дойдут До второй половины Возможно мы и вообще Девайсных Там особо-то И не зацепим От комплекса Они могут Все свои вопросы Просто-напросто Взяв пистолетку И парочку антиэкораундов Забрав во второй половине Решить И выиграть ее Ну с разгромным счетом Потому что Ну ТСМ Вроде как бы Пока девайсы были Не у всех И не на руках Побороли О Эй На нервике По тиммейту По спине Настрелял Неожиданная встреча Реликс По затылку Прописывает Товарищу Сюрилу Ну а Брат Сюрилу Под ником Андроид 23 А там стил четко Первая половина Отходит под контроль Комплексити Пока что с отметкой 8 Ну и по-моему Четвертый уже есть Я ничего не путаю Девайсный Для ТСМов Человека в чате Тошли Как красиво Ого КС Он реалистичный Это вот Реальная атомная станция В Америке Все вот так вот Чисто и красиво Просто-напросто Зубной щеткой Асфальт Зачищен До блеска Но на самом деле Это еще в официальный Маппул Не включили Инферно Оно очень похоже С другой стороны Я прекрасно понимаю Вальвы Все-таки тусклые карты Смотреть на стримах Настроения никакого Здесь все ярко Светло Да игрокам удобно Везде все заметно В отличие от предыдущего Нюка Намного светлее стал Солнышко появилось Намного больше Плюс я Яркие и светлые текстуры И вообще освещенный Сюрел Контролит с девятки Проход по улице Минус Дейзи уже Ну вот Наверное Ключевая позиция На карте Нюк И ключевая Неприятная позиция Для Тим Суламид Это как раз таки Вот край красного вагона Либо Дэр С лестниц Либо товарищ Из девятки С ВП отстреливаться Тем не менее Продвигает Вот эту самую девятку И вот таким вот Чудным образом Тем не менее Два килота Все таки дает Сэмфи с прострелом Через решетки Одна голова полетела Потом попытка Подойти под размен Ничем хорошим Опять таки Для комплекса Не закончилась И только Дэп Тот самый Который играл На лестницах Будет уже С восьмерки Контролить проход Ну и Сдвоенная встреча Точки А Позиция открывается Сразу Три Не менее Шедевральный Проспре от Андроида Полетела голова Дважды Точнее Со второго раза И тушка в дверь 9-2 Вроде как бы Неплохо Вроде даже В преимущество ТСМ ушли По дебюту Этого раунда И даже С трех позиций Заходили И все бы было Ничего Но Как-то и не прокинули Ничего Я вот не заметил Были ли вообще Какие-то гранаты И мейн заходил Без флешки Дверь открывалась Несинхронно Вместе с мейном И девятка До этого уже погибла Ну и очередной раунд Заливают Оставляют Себе Застывает Счетчик На отметке Взятых двух раундов Еще один берут Ну и попытка На точку А Трата Андроида Практически уже 30 патронов Должен подключаться Тиммейт Делает это Апи Тем не менее Теряет Своего друга Брата Но все равно Десятый раунд Беру Пока очень четко Пока очень четко Для комплекстики Если в дебюте Еще наверное там Унисобран Если все таки В Америке Есть не столько Вечера Шесть Вечера Ну это Сто процентов Первая официальная игра На сегодня И для той И для другой команды Поэтому можно было бы Наверное говорить О моменте Неразыгранности Какой-то То уже Чем ближе Ко второй половине Тем больше Все таки Бразды управления Берет на себя Комплексики И скорее всего Это их карта Видно Видно Что свои шансы Все таки Уже ТСС не использовали По дебюту Хотя Сваливая в игру Просто-напросто В контактные перестрелки Пока И в этом раунде Дилайха Обстоят неплохо Хотя бы Минимальные Но равноценные Размены До этого самого момента Сюрил Дропает оппонента Дропает еще Вместе с ним и бомба Это был проход Бомбкерри Кстати с ВП На дуэль Против ВП соперника Которая закончилась В пользу Товарища Из комплексити Ну и мало того Что остались Достаточно На самом то деле Единственное Нужно скоординировать Сейчас Всю эту спецоперацию По Захвату бомбы Ну бомбу довольно таки Быстро кстати Забирают А вот У Комплексити Пошла Ситуация 1-1-1 Когда Каждый занимает Свою позицию Далековато Друг у друга И на этом моменте В принципе Могут словить 1-B И глубоко контролит Точку B На коротком 1-A И 1 Я так понимаю На девятке У нас стоит Или где-то на рампах Ну да Даже под девяткой Один четко на тучке То есть в принципе Каждый сам за себя На данный момент У комплексити Здесь бы Можно было реализовать Как раз таки Разменное преимущество Что собственно По КТСМ и дело Первая голова От андроида отлетела Был он на будке Бомба ставится на внешнюю На точку A Но вот С девятки абсолютно Почему-то снайперы не ждут Хотя Это было бы наверное логично И уже в обратной ситуации Оставался последний реликс Который Против двоих Настолько быстро Насколько этого Заслуживает ситуация Не сориентировался Еще один Минус раунд Для ТСМ И счет становится уже 1.2 Гигантское преимущество Ну в принципе Денег На каждом раунде Для ТСМ Будет достаточное количество Плюс бомба Заносятся калаши По крайней мере С раскидами Они себе могут позволить Да еще и АВП появляется В стаке Ну наверное попытаются От этого самого АВК отыграть Бросив его На острие атаки То ли радио То ли что То ли улица Вопрос в том Вообще что придумать Пока никакого такого Серьезного тактического Раскидного Мы никакого раунда Не видели Сугубо за цикленный раунд Да, пытаются решать проблемы Исходя из возникших Ситуаций По предыдущим раунду Не нащупал прицелом Соперника Реликс Отдается Сюрил Сюрил кстати нравится В том плане Что постоянно играет По карте АВП плюс Еще и с поддержкой Депа Который тоже Разнообразные позиции Занимают Дергают Как хотят ТСМ комплексити Абсолютно не ощущая Вот это вот Перемежение По карте Постоянно не понимают Откуда контролить Первую Агрессивную позицию Своих коллекторов ТСМ И на этом моменте теряются Даже в этом раунде Абсолютно никого Не зацепив Клин и низи раунд Для комплексити 12-2 10 раундов преимущества И последняя В первой половине Остается Так, друзья Напоминаю Между этими Двумя командами Еще сегодняшнюю ночью Мы увидим Карту ДАС-2 И вот дальше Будет уже интересненько Дальше в борьбу Вступят Люминосити Гейминг Бразильцы И что самое интересное Клоуда Чемпионы Прошедшей ESL Про лиги Посмотрим Будет ли у них Постэйфорийный синдром Все-таки Первая победа Для Североамериканцев Североамериканской команды Столь крупная Аж с 2006 года Так Ну тут Какой-то Ёжик в тумане Новый уровень Next season Первый пошел Потерялся Второй потерялся Третий потерялся Депп не понимает Насколько чуваки Вот Верят в себя Море наглости Самоуверенности И Ну не удивили Абсолютно То есть в принципе Каждому 4-5 шагов В этом самом смоке Нужно было сделать Депп Обладает неплохим слухом Каждого Зацепил по спрею Каждого уничтожил 13-2 Друзья Статистика Этой половины На наших с вами Экранах Это Дези Сик Ну и В общем Вся команда Один только лишь Один только лишь Отметку 10 фрагов Зацепил Это Реликс Это вот Парень Который парочку Тройку раз Оставался все-таки Последним Нельзя сказать Что это выдающийся Результат Для него И для его команды Все-таки Два раунда Его 10 фрагов Здесь абсолютно не решают Да и По большей части Эти самые фраги Особой пользы Не приносили Ну то есть Оставаясь На ситуацию Там 1-3 1-4 Дело 1-2 Фрага И в общем Не беря раунд Это естественный Плюс Фрагстату Но естественный Ноль Для общего дела Команды Ну посмотрим Если пистолетный раунд За сильную сторону Здесь СМ не берут То скорее всего Их песенка будет спета Хотя Проход по верхнему парапету Реликс Довольно-таки Четко контролит Выключается В самой борьбой Его тиммейт Неплохая Триба по пулечке Уже отсека Одну голову отсекает И оставляет Серьезно в меньшинстве Коллектив комплексити Плюс еще Висит на спине Сэмфис Также делает минус Ну и Последний Господин Убер Мистер Убер И Дези Вершит правосудие В концовке этого раунда Третий раунд берут Но Как мы все понимаем Отрезок Предстоит довольно-таки Продолжительный Для того чтобы Хотя бы Начинать называть То что будет происходить Для ТСМ Каким-то камбэком Ну пока говорить об этом рано Все-таки вот Если не удастся Зацепиться здесь как-то Комплексити На Этих форсах Будем ждать Их девайсного раунда Я уже говорил Что скорее всего Это их пик Ну какую-то атаку Они 100% продемонстрируют Хотя бы один девайсный раунд Там из Трех-четырех Возможных Возьмут Я ору ТСМ Это я чат Друзья Читаю Чат читаю Общаться Не особо не с кем Эту самую ночь Я провожу Наедине вместе с вами Поэтому Буду Разговаривать И общаться Сугубо С вами Ну или С воображаемым Каким-нибудь Кастером Да А люди-то ставили На ТСМ А ставочка-то Я напомню Если я ничего не путаю Как раз-таки Коэффициентики-то были В пользу ТСМ А я-то думаю Что так люди горят Ого А 1.44 На Игеймингбет Было В пользу коллектива ТСМ И 2.48 Комплексити Бомба Лейла Такая бомба Лейла В начале ночи Пожароопасно Ну так можно Знаете Или кровать Смотрим Встреча радио Не самый ожиданный тайминг На самом-то деле Выбирают комплекс Более-менее у них Все это дело получилось Хотя Только лишь один нейб Если дойдет до точки бета Только наверное Плохо И стоит поставить Хотя Это ему Сделать не дадут Четкая встреча На вилке От ФНСа И До Свидули Ну и кстати До этого момента Эти две команды Друг с другом Картунюк не играли Да можно сказать Что Во-первых Встречались они Довольно таки давно Было это дело Летом Однажды В онлайн части Того же самого ЕЦС Правда сезона Под номером 1 Тогда если ее ничего не путало Не даст Мираж От играли Что-то в этом роде Ну и В общем тогда Давайте будем откровенны Вообще никто Особо не играл Если так С уверенностью говорить То нюк Где-то в сентябре Начал С командами играться В официальных встречах Ну и тут В раунде не о чем Особо говорить Клин и низи раунд Для ТСМов Четко законтролили П-250 И плюс дефолтные пистолеты Пятый раунд для себя берут Ну и смотрим Все-таки уже За девайсным Полным укрепленным Оружейным раундом От комплексти Жду от них Чудес Красот Великолепия В раскидах Как зайти на ЕГБ Роскомнадзор Запретил Ну я Если ничего не путаю Егеминбетс Надо прописать По адресу И все Будет хорошо Зайдет ли На комплексти На второй карте Ну Посмотрим Посмотрим Вообще Комплексти На самом деле По ходу Этого сезона Уже неплохо выглядят Несмотря на то Что они находятся Там где-то На дне турнира На таблице Но это все-таки Не десятая строчка Как у ТСМ Хотя ТСМ мы пока Не так много игр провели А точнее меньше Чем Комплексти Судить Сложно Кто вот Здесь фаворит От чего Отталкивались букмекеры Я честно говоря Не очень знаю Букмекеры всегда Имеют 100% Какой-то инсайт Там я не знаю Насморк У игроков там Звонят Я не знаю Депу Говорят Чувак вообще Как будете играть Слушай Сегодня ел Такую рыбу Вкусную Что Два часа Колдовал В закрытой комнате Поэтому я не знаю Чего они отталкиваются Но пока на самом деле Все неплохо Это комплексно На первом девайсе В раунде Вот та самая атака Которой Я от них ждал Тут долго достреливал Деп Но тем не менее Сделал это ФНС Не включается В эту самую борьбу До последнего момента Полтался проконтролить Как раз таки Букмкерри И выбить Из него Душу Но Кого нащупал Того нащупал Походит Подход В обход Я забыл добавить Худу У меня его и нет Ну и 2 в 2 На контроле ТСМ и бомбы Скрипнула дверь Да И это была Печальная новость Для Сюрила В принципе Можно было бы Наверное Этот раунд и выигрывать Но Разбор позиций Был Наверное Не самый Точнее Был очень приятен Для ТСМ Встретить АВП В упоре Всегда приятно Плюс еще через дверь Там растерянность Проспрей Через простреливаем У дверь И 6 раунд В копилку Коллектива Товарищ ТСМ Заходит Какая вторая карта Вторая карта Даст 2 Если ничего не путаем Так Ну что Первый девайс на раунд Не взяли Хотя Намного ближе Кстати Были В комплексе В отличие от Своих соперников Которые вообще По исходу первой половины Ни одного девайса На раунду не взяли Но здесь Слишком агрессивные действия Смеря в себя И Попытка Удивить позиции За Красным фургоном Вот В стиле депа Предыдущая половина Действовал Этот парень Но Зачекали его Довольно таки быстро И не трендовали Уже в этом раунде Но В комплексе Просто-напросто Стоят и ждут Уже преимущество Им соперник отдаёт Причём довольно таки Серьёзно Теперь нужно Чётко и опорно Отстаиваться Причём отстреливаться Хотя бы на минуту Два В каждой позиции Для того чтобы Нейтрализовать Проблемы По заходу На постановку бомбы От коллектива Комплексити Ну и Готовится страшное Готовится Занятие улицы Комплексити И Сиг И Дэзи И поочерёдно Каждый в каждую точку Звено на точке А ещё и бомбкерри Пошёл Выкра... Эх Выковыривать Дверь 5-4 Проиграли этот раунд В комплексити Вроде всё бы было неплохо Если бы вот Не позиция в будке Под девяткой Ну и смотрите Получается-то По факту Камбэк До скольки До скольки Сегодня Сегодня 4 БО1 В рамках Североамериканского дивизиона ЕЦС Две пары Дождитесь обязательно Второй игры Мне С каким бы результатом Эта игра не закончилась Будет вот в троне В четверне В пятерне В шестерне Интересно Её посмотреть Просто потому что Это будет вот Первая игра Клоуд Найн После их чемпионцев Вообще какие они Они там Ахахах Чуууу Ну там это не Фнатик Это не СК Которые там Два мажора Да подряд берут И типа такие уже Ну мы чемпионы Окей Там Мы чемпионы Мы чемпионы То есть нам праздник На всю Америку Просто вот Понимаете, легко чемпионство Заработать сложное, да А после него вообще как себя вести Некоторые люди и команды Тем более они понимают Просто будут и сегодня должным образом Клоуднайн относиться Там можно лоу кэфчик, короче, поймать Я к тому веду Звук, ой, звук говорю Кэф там очень сладкий 1.07, по-моему, на Клоуднайн И что-то 5 на Люминосити гейм Пока у нас перестрелка на улице Попытка занять эту самую улицу Пока что удачная, уже втроем остается коллектив Комплексити По одному открывались соперники из ТСМ Слишком любопытная защита от них Получается по факту Укрепленная позиция от ФНС Размен 1 в 1 И уже дуэль 1 в 1 Где в преимуществе находится Дези 30 секунд запас по времени неплохой Хотя бомба валяется на точке А И Эйпу так или иначе за ней придется Идти через девайс Он проходит, наступает на него И будет бороться с Эмочкой против Калаша Правда, по отсутствию армора Первый спрей Ну и да Качнуло его Там что-то в руку Попадание Потом уже прилетело в голову Ухо номер 2 Не, ну на самом деле Просто так У нас, кстати, пауза прожимается Причем берут ее комплексити Понимая, что Если дальше так дело будет продолжаться То здесь Здесь им не сдобровать И как минимум Камбэк Они отпустят Чем дальше, тем хуже Несмотря на то, что вроде как бы За сильную сторону По экономике играют Но вот Бомбы в предыдущем раунде Не удалось поставить И денег не так, чтобы и много То есть вроде сейчас бы Как бы все и хорошо И полноценная раскидка И АВП на руках нет Но сюрреал в атаке С этим девайсом Пока что вот Не выглядит Супер-энтрифрагером О, деп Тоже мягкий Капочка Так, ну и посмотрим Посмотрим, что придумали Комментатору завтра в школу Конечно Мне завтра в школу Побрею бороду И Сострягу седые брови И пойду в школу завтра Почему бы нет Портфель-то уже собран Так, ну и что Жду вот я Какой-то на самом-то деле Не интуитивно-вариативной Атаки Которую демонстрируют Комплексити А Раскидочки Там Что у них есть вообще Молотовые В количестве трех штук Четырех штук есть То есть В принципе для того, чтобы Ну хотя Если стандартизированную Раскидку на точку А делать Которую европейские коллективы Раз от раза делают То в принципе только лишь Позицию в фунте Они могут зажечь Потому что там за винтами Неожиданно И за нее Молотов как раз таки Не кидается Так Контр-смог Интересный Контр-смог второй И Только лишь Девятка не закрыта Здесь приходится Деппу с риском Для жизни Тем не менее Форсировать открытую дистанцию Что он делает Для себя уже успешно Проходит на лестнице Под точку Б И можно Закручивать карусель Как раз таки От этого Мистера Мистер Мистер Депп Должен быть Чуть 30 секунд Остается Здесь еще и пробивают Уже хорошо Попторный распрей Андроид Шикарная Шедевральная стрельба Ну и Сэмфис Один против всех Борьбой против вилки Одного Наспреяло Ну а дальше Дальше Сэмфиса Находит двух Сильнокаленный тиммейт Его десантируясь Также разбивается По распрей Деппа Ну и Еще одно Убийство От этого парня В концовке этого раунда Наконец-таки Первый раунд В атаке Девайсной Спустя Отдачу От целых Шести Берут Комплексити И Эта раунд Кстати после паузы Она заехала Целиком и полностью Я вот если ничего не путаю ЕЦС Это та самая лига Ну организаторами Которые являются Твич И Фейсет И по-моему Они первыми высказались По обведенному правилу От тренера Что они это правило На своем сезоне Использовать И применять не будут Я к тому говорю Что здесь Старые правила По тайм-аутам Сохраняют В онлайне Не будем видеть Как это было Допустим В предыдущих лигах Которые это самое правило Ну то есть не будет Вот этих вот 30 секундных пауз Которые как Многим нравится Тут же повторение История пошло НБК высказывается И Будет опять таки Обсуждение вообще И вроде как бы Вальв будут пересматривать Это самое правило Теперь на фристаймах Будет тренер Разговаривать со своей командой Но это все пока Слухи-слухи Но вот к ЕЦС Это никакого отношения Не имеет Они Они как бы Придерживаются Старинных Стародавних Если в онлайн Сезоне Как бы Не столь важно Да Вообще Тренер Он и так может Пообщаться С своими игроками Просто вот Наличие Количества И длина Этих самых пауз Так Ну и подход В меньшинстве От комплексти Потеряли уже Депо И Но недолго Но недолго На самом деле На самом деле Даже 15 Еще не взяли Поэтому могут И побороться Благо что Экономика у соперников Еще и на самом критическом Моменте заканчивается Придется им Сливной раунд проводить Но решили укрепиться Скаутом Ну и такой проход По улице На удачу Вроде как бы Скаут прикрывает Пытается аимить По головам Но правда Слишком много мишеней И девятка Вертикальная И горизонтальная Синхронизация От соперников ТСМ Здесь решили Укрепиться Довольно таки серьезно Сразу по дебюту Оказавшись втроем Еще четвертый Поскакивает Понимаешь Что просто-напросто Пошла дележка фрагов На улице И последний Кто просочился Флэнд Был с Эмфис Вроде как бы Никем не замечен Но бомбу ему так поставить И не удалось Уже десятый Для ТСМ Очередная закупка Очередная закупка Для комплексити Ну и одна Наверное из последних Да В следующий раунд Они опять будут В экономике страдать Значит 12-14 Если что Ну да Пар девайс Так Ну и ТСМ Как всегда Удачно для себя Начинают Как всегда Быстро для себя Начинают Комплексити ТСМ Взяли в первой В первой половине Но и даже Этим Похвастаться Не могут Господа Из комплексити Один Единственный Ну и очередные проблемы Очередные проблемы Только Пистолет На руках Неудачен Неудачен Но мы видим Абфп стягивали Тяжело 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 Ему приходится Пошел в проход Понимает Великолепие Наверное Которое Было В данном Деремене От европейских Команд Где больше Набиралось Как раз таки Раундов За атаку Но Тут Команды Другие Ну Понимаете Так вот Игры складываются Если Ты Серьезно Отдаешь В сторону Атаки То тебе Приходится Соответственно Комбэчить Уже В сторону Защиты Поэтому Так и Получается Что Сначала Деф Если Берет То Естественным Образом Комбэк Также На Дефе Делается Ну Вот Допустим Те же Самые Дигнитас Могут 9-6 Проиграть Деф И 6 Саундов Набрать За Деф И потом Точно Такое Количество Произвести На свет За атаку То есть 9 И свести Все к ничей Или больше Взять Ну Это вот От стилистики Зависит Самой Встреча Здесь Как мы Видим В североамериканском КС На последних Строчках Турнирной Таблицы Есть Сезона Дивизиона Североамериканского Сезона Под номером 2 На Восьмом Десятом месте Этой самой Встречи Теперь для Цемфиса Еще два фрага Две головы Полетело 14-14 Уже промежуточная Ничья Ну Очень мало Денег У коллектива Комплексти Я говорил Что Байб идет В каждом раунде Ну и ничего Не остается Естественно 15-й раунд Никакая Здравомыслящая Команда В последнее Время В здравом уме В северной памяти Не рискует Отдавать Там С надеждой На закупку Я не знаю Пяти плеток Никто так не делает На что есть деньги То и покупают Ну и смотрим Раунд Критической Государственной важности В первую очередь Для коллектива Комплексти Все-таки Очень серьезный Комбэк Они отпускают Своим соперникам Если тем позволили Взять пистолетный Потом неплохо Перевернули Потом еще где-то В середине взяли ТСМ Один раунд В атаке И все казалось бы Пожароопасно Для них вкладывается Но Сами-то взяли один И причем Вот не сказать Что они его как-то придумали Просто-напросто Закрутили В непонятных позициях Своих соперников Те решили перетягиваться И на этом Комплекте поймали Так Ну и что Неужели Неужели Вот раунд Нипов Стенка смоков Даже с вертикальным Смоком На девятку Ну и придется Придется кстати ТСМ Немножечко свои силы Перебазировать Отключая акцент От точки А И оставляя там Меньшинство Попытаться еще Наверное С вилки Кого-то Перетянуть О Вот это вот Кстати Интересный парень Он идет Прямо-таки Встык с двумя Перетягивания Но его здесь Абсолютно не ждуть Несмотря на то Что у Депа всего лишь Тэк-9 Но Висок Продырявил Первому Висок Настолько Медленно и четко Пытаются довести Этот раунд До последнего Комплекса Ну Красота И похоже Что локэфчик Все-таки Заядут Ну или как Над Ньюком Летят ТСМ Столько боролись Столько потели И 15-й Все-таки Своим соперником Отдали Из последних сил Сопротивлялись Уже Испартера Комплексити И тем не менее Кстати Похожими получились Эти раунды Удалось зацепиться За лестницей При спуске На точку Б От этого Пришлось изменять Свои позиции ТСМ И вообще Не угадалось Дено на рампах С направлением Вот Той самой Эвакуации Тот самый Тэк Адепа Зарешал Жестко Жестко И тем не менее Все-таки ТСМ Нужно конечно Выруливать На промежуточную ничью А точнее Вообще На овертаймы Здесь еще как ни крути Просто уже Накладывается Наверное Моральная составляющая На Последний раунд Этой карты Так Ну и затишье У нас на карте Пошла Артиллерийская Подготовка Аутсайда От коллектива Комплексити Исполняют они По сценарию Предыдущего раунда Правда тут Аааа В самый ненужный момент Убирает прицел АВП коллектива ТСМ Я вот не знаю Понял ли он Или нет Или передал По цепочке Информацию Своему тиммейту Вроде как бы Передал Сик Перетягивался Аааа Черт Еще одна спина По одному Потому что Только лишь этого И ждут Тяжелейшие Вот это Молотов Вот это Молотов Тяжелейшее Выбивание Представь ТСМ Но делать нечего Втроем против Четырых Позиций Слишком много Много Причем Двери Узкие пространства Непонимание Кто где стоит Почему они еще Постоянно перемежаются А здесь звуки Не пойми откуда На них где И очень сложно понять Кто где Но тем не менее Уже 3 в 3 В диффузке Ты есть 2 в 2 2 в 3 Все Завершится На последних секундах Уже в 2 в 2 Позиция на аквайвере Сильно каленая Нужно на ноге Вычекивать ее Какой-то быстрее Делается это У нас будут оверы Или что же это Не успеет раздиффузить Где бомба Где бомба Ааа Паника Жесткая паника От товарища Дейзи И похоже что он успевает Дааа Это допы Друзья товарищи На последних миллисекундах Он вершит историю В этой схватке И все-таки ТСМ Уворачивается От отбеднейшего поражения В основное время Со счетом 16-14 Переводят В овертаймы Эту встречу И Из рангов фаворитов Не дают своим тиммейтам И людям Которые на них поставили Сгореть Окончательно Что это было Вообще Что это было Это раунд 5 в 3 Это раунд 5 в 3 Для комплексити Почему Решил человек Загулять в спину На дверь Почему Никто никого Не контролил Один на аквариуме Один в пленте Один врывается Ему на холпу Жесткая какая-то Непонятная паника От комплексити Есть Оскар Есть премия Красная Калина По-моему она называется Или что-то в этом роде За Самый худший фильм Или Самый худший сценарий Вот Это был самый худший сценарий Развития событий Этого раунда Поставленная бомба Просто Стой Закрой дверь Забетонируйся Нюхай стенку Лицом Ничего не бойся Время придет Отчет 10 секунд Тогда вываливайся И просто отдавайся Но комплексити Решили помогать Друг другу Какой же Боже Это был карнавал Безумие Но тем не менее ТСМ Увернулись Ну они тоже молодцы Дэйзи А вот представьте Если бы бомбу поставили На этот самый реактор Сверху Все Дэйзи Просто бы Пацаны Я все сделал Но Такому жизнь Меня не готовила И взлететь он бы уже не смог Это жесть Какая жесть Творится в первом матче Дополнительные раунды МР3 Насколько я понимаю По деньгам 10 тысяч ЕСЭЛьвские правила Так Ну и все А мораль-то потеряна Комплексити Тащили-тащили Но не дотащили Все было бы хорошо А теперь Понимаете Может застрять обидой Комп в горле И Кто козел отпущения В этой команде Абсолютно непонятно Потому что Все вчетвером Не пойми чем занимались В последнем раунде Красная малина Малина, да? Ну, значит малина Золотая малина Ну, в общем Это было что-то Это вот Раунд достойный Я не знаю Гибки Так Ну и что Первый Уже своим соперником В комплекте Театалин Дистанции из трех Проблемы Наверное По экономике Все-таки у них На третьей не будет Хотя нет Будет Будут проблемы Денег уже нет И если бомба в этом раунде Не будет поставлена То еще и экономические проблемы В довес ко всем Которые у них Вот просто Грузом Сверху Я не знаю После вот Таких раундов Нужно было Наверное Хотя никто этого не делает Брать какой-то тайм-аут В овертаймах Просто Надо просто обсуждать Не даже не обсуждать Даже Забыть про то Что происходило Подышать Кто чем Кто воздухом Кто дымом Неплохо Убер Врывается На точку А Тут Перекрасногонщик Изпечен Правда Получают по затылку Вычекиваю позицию За винтами И Немобильно Радио По одному Опять по одному Когда они действуют Через улицу Раунды в атаке У комплексти не получаются Почему не прибегают К ним повторно Непонятно Это единственный путь К спасению Наверное Таки было Для комплексти Потому как Напомню Кстати Два раунда Они взяли Через Муф-нипов Ну хотя Смотрите Выпопа Смерть Раётся Видел Пиксель Понимает Что попал Хотел я сказать Выхватывает пистолет Но похоже Что Деп И не понял Что он Прострелом Своего соперника Зацепил Два ноль По первой половине Дополнительных раундов В пользу коллектива ТСН Ну вот они Вот они Возвращаются И понимаете Насколько всё По-другому могло Сложиться Начни Эти парни За сторону защиты В первой половине Возможно Мы бы не увидели Даже этих овертай Ну как есть На самом-то деле По крайней мере Дарят нам Невообразимое Интересное шоу Это неплохо Это даже Очень хорошо Ну денег хватает Правда Вот видите Даже построить Эту самую стенку И смоков Не могут здесь Господа из комплексити То есть просто Опять-таки Контактный Counter-Strike На визуальных контактах Ну такое А это всегда рандом А это всегда Не совсем приятно Вот преимущество Атаки Это Придумка Выпад В большинстве На какой-то из позиций Там задавили массой Неожиданно Цепанули И в непонимании В теряющихся позициях Найти ТСМ Ого Так Ну а тут все понимает Стоя на восьмерочке Сибирает ТЭК-9 Полезным в этом раунде ТЭПу Не удается быть Но он максимально Кстати полезен Делает Генское количество Черновой работы Где-то в средней части раунда Но Когда вот Случаются уже Какие-то размены Вот как раз таки В перетяжках ТСМ Хотя и так Неплохо Хотя Выпад На точку А Довольно-таки Неплохой И втроем В одного АВП остаются И скорее Даже должны Этот раунд Забирать Реликса Правда Не ждут Абсолютно пока На этом тайминге Решает Похватывать Он свое Выпад Понимаете Бомбкери Должен был убивать Но его просто Прифайером Нейтрализует Андроид Из своего Галила Делая ему Отверстие В голове 17-16 По итогу Первой половины Овертаймов Первых Овертаймов Будем наверное Так говорить Потому что Непонятно Чем все это дело Здесь закончится Могут просто-напросто Подряд Три взять Поменяем Друзья Нажимаем Стрима В паузе Дождитесь Будьте терпели Люди приходят Два часа ночи На Эдвисов Посмотреть Здравствуйте Пожалуйста Так Ну и смотрим Давненько играли В комплекте За деф На самом деле Вот стоит отметить Кстати в этом самом Дефе Депа Который И сейчас Занимает Ту самую Свою любимую Позицию Откуда ноги Проблем вообще Росли Вот понимаете Комплекте Взяли два раунда В атаки В основное время Именно проходя На вот эти лестницы И растягивая защиту Не было Какого Защитника На этой лестнице А здесь Деп просто-напросто Нейтрализует Всю вариативность И эту самую Растяжку атаки С СМом Приходится Отстреливаться Уже по улице В замкнутом пространстве Ну и На такой Открытой дистанции Которые Абсолютно Не готовы Бомба Предательски выпала Как всегда По закону Подлости Прямо в руки Соперникам Ну и Сильно каленые Господа ФНС И СИК На концовочке Этого раунда Имея всего лишь 32% здоровья На двоих Плюс контролируемые Позиции От соперников Ну и Та самая бомба Которая Но Абик забрал Хорошо 6 хп 6 хп Надежда в глазах Два оппонента На руках АВП В принципе Побороться можно Вопрос в том Какую позицию Вообще Занять Ну пока Тайминг позволяет Поставить бомбу Вообще Вот Посредине Этого самого Пунта Чтобы она была Абсолютно Со всех сторон Видна Но решает Притулить ее Прямо К реактору И судя по всему Ставят под короткую Но Эх Минимальные шансы На самом-то деле Тут можно и в двери Ооо А никто не смотрит Ааа Что творит ФНС Два промаха А мог бы и одного И второго убивать Парни врывались На морозе Похоже что никто Не слышал Скрипучую дверь Ну и тем не менее ФНС Шансы Не используют На 17 Два раунда Во второй половине Первого дополнительного Первого Овертайма Растерялся ФНС Бывает ЛТВ берет инфу С русского стрима Согласен Так Ну и что Решили прям таки Совсем укрепиться Кстати здесь Пока что В первоначальном Развитии Матаки Вроде как бы Угадывают Комплект Плохо Делают Три архаровца Под радио Стоят И на каком бы Тайминге Они не выходили Если с этой Самой подсадки Не будет Спрыгивать Игрок Комплексити То Это будет Жестко Ну а тут Видимо что-то Ребята Чуть Даже в Четвером Были Прокидались Видимо ждали Какой-то Контрагрессии Или стреляющего ВВП Вообще хотели Понять Стоит ли там ВВП И возможно Попытались бы Его задавить Поняв что Оно там Стоит Позиция За пунктом За сентерной От андроида Это хороший опорник Он здесь может Площерить Но правда Только лишь на одного Его хватает 6 хп Здоровье оставляет Второму выходящему Сопернику И 9 кстати У Дези Ну такая вот Больная атака В плане здоровья Можно сказать Что здесь Преимущество Защита Да Легкий спрей По первым Ментальная смерть Дези еще Точно такой же Не жилец И только лишь 2 сот Ну и ретейк Можно завершать Свою пользу На самом деле В комплексите Хотя неожиданные Какие-то позиции Там еще через Толь ТП Что-то пошел Обходить Ага На ноже Через улицу Попытается зайти В мейн спину Этому самому ретейку Но последний на девятке Против двоих Времени в обрез Кидай бомбу Дифузь ее Оп-оп-оп Сюрел Да ладно Да нет же Ну такое нельзя Отдавать Естественно ТСМ Забирают матчпоинт Уже на этой карте 18 очковых В их активе И один шаг До победы И я вам напоминаю Это фавориты Этой игры с коэффициентом 1.44 А это Неплохой коэффициент Это более 75% На победу Ну как же им сложно Как же они потеют Просто жесть А что будет на второй карте Вторая карта ДАС-2 Очень жестко Но я просто чувствую Что я образды Правления Квана По потным каточкам Забираю потихонечку У него эту традицию У меня там И 36-33 Упало на азиатском Миноре И вчера Допчики На цис-миноре Уже И сегодня Допчики Ну либо Кван постоянно смотрит Те игры Которые я комментирую Не знаю Но как-то так В последнее время Складывается Так Ну и что Плетка победы От комплексити Товарищей Уберу И даже не стал Рисковать с этой Самой плетки Щелкок прицелом Просто-напросто Берет юспик И заканчивает Жизнь своего Визави 18-18 Готовимся Ко вторым допам Не спать Не спать Опа-опа-опа Просыпаемся Друзья Напоминаю Что смотрим Мы с вами Североамериканский Дивизион ЕЦ сезона Под номером 2 У микрофона По-прежнему Окроха И те же самые 10 Замечательных Игроков На сервере Тим Соломит Против комплексити Борьба За середину Таблицы Но тем не менее Насколько Это самая Жаркая борьба Получается Так Ну и что 2-1 Предыдущая половина Знаменовалась Победой Дефа В принципе Так же Как это было И в основное время Правда Не категорической победой Все-таки По одному раунду Из трех возможных Отдали своим соперникам Это значит Что хоть какие-то Зацепки Той-другой команды На то чтобы Ну взять Более чем было В первых Ковертаймах Есть Попытка Первоочередного Вскрытия Убер на этот раз Решил не сплетку На первом раунде Не рискует А с эмочкой Глава полетела Моментальный размен Все Рампы вскрыты Нужно Проводить Моментальную Перетрубацию Комплексити Они об этом Тоже подозревают Ну пока Довольно таки Опасливо делают это Не верят до последнего момента Что это будет выход На точку Б В принципе И правильно делают Здесь во-первых Люркер На нуле есть Во-вторых Строенная вилка Идет Одним единым фронтом Не то чтобы бежит На постановку бомбы А на отсечение Которые Это самая точка Б Встречают Люркера Кстати убирают Реликс Отдается Три в три Ну и занятая точка Б Там уже топают Серьезно Бомба ставится Это даже Депс будки Слышит Десантирование От нее От него Отличное Десантирование Кстати Десантирование Тиммейт И сейчас Дешево Накинуть Ого Так Ну и два в два ССМ Все-таки Разрулили Трава В атаке На точке Б Неплохо Так Ну и все С места в карьер ТСМ И начинают Забирать Инициативу На вторых топах Похоже Что в этот Топ Они уже Совсем Разыгрались Вываливаются Вываливаются На точку А Мэйн Никто не ждет И даже Смачок Сюда не накинули Только лишь На втором На второй волне Откинули Молотов И хаешку Ну отсекли Комментальную попытку Оказаться в спине Самую спину С нуля Кстати Неплохо Действует Сик Прифайер В голову Открылся Присел И ретейк В двоих Один был на мэйне Один на девятке И теперь В общем Двое Сразу оттуда Но одного Точно ждут Как здесь В размин сыграть Непонятно Потому что Есть и близкие Дальние дистанции Еще и без А вот так Вот сыграть Один десантируется Один остается В девятке Закрутили карусель Бегают вокруг цистерн Один Два Нужно падать Эйпу Но Один его дергает Второй стреляет Танцует Просто-напросто ТСМ И даже если бы Перестреливал Перестреливал Эйп Реликс То у него Была вторая Мишень А времени На дифуз Этой бомбы Уже не оставалось Очень жестко Очень Очень плотно Ну и похоже Что ТСМ Наверное Во вторых Дополнительных Раундах Будут решать Исход этой карты В принципе Остается им Два шага Победы 21 раунд Должны забирать Довольно-таки легко Несмотря на то Что по-прежнему Играют за стороны Атаки Но как мы все Прекрасно знаем Если Стартмания 10 тысяч Для каждого В локтинжных Раундах С отметкой В 3 За половину То на третий Проигрывая два подряд Абсолютно денег Не остается У защиты Ну и плюс там еще АВП Ого Плюс 900 Но Еще одного раунда Не будет Здесь депт Действует Просто-напросто На килл Там девайс Конечно лежит Но вот он опасается И в принципе Правильно делает Контроль За красного вагона Организован И как только пойдет Он жадничает Нет Забирает Ворует Девайс И кстати В плюс для себя Еще одна голова Полетела от него 3 в 3 уже Защита Плюс у них есть Тот самый Калашников Там бы его тиммейту За спиной стоящему Передать Но Тоже депт в себя верит До последнего Пошел в сольный проход С этим самым Калашом 20 хп Но это было неправильное решение Бомба в очередной раз Заносится И выбивание С мак седьмым И цзшкой Ну будет очень сложно Скорее всего Скорее всего Это 21-18 Так и есть 21-18 Три раунда Сухая атака Для Тим Соло Мид Теперь им будет полегче Всего лишь один раунд На матчпоинде Нужно будет брать И заканчивать Наконец-таки Эту карту В свою пользу Переходить уже К карте ДАС-2 Вы понимаете Вот есть же люди Которые ставили На комплексе Ого 13-2 Вот это мы угадали Вот это мы красавчики А тут бабац И вторые овертаймы И еще и Матчпоинт уже Для Тим Соло Мид Ладно Посмотрим В принципе шансы На то чтобы перевернуть Есть Если только комплексити Не устроят Контр наступление На графе Они этого не делают Они прокидывают Стеночку смоков По улице Отправляют одного Зачинчика на точку А Который платит на себя Внимание И в принципе Внимание стянут На цирку мы полностью Ну и пошли Жесточайшие размены Карусель смерти На точке А Уже там и ромба И пока что Атака в преимуществе Тем не менее Сквитал Это шансы реликс Но ненадолго Комплексити берут Первый раунд в атаке Убер заканчивает Последнего Лизави И 21-19 И все кончено Все нормально Хотим Еще доп Третий доп Это Десятичасовая версия Овертаймов От Тим Соломит И комплексити И просто Зачем нам ДАС-2 Зачем Флотнайнд Иллюминосити Гейминг Переносите матчи Мы поиграем Так Ну и Все Вот Не знаю То ли им кто-то подсказал То ли сами ребята Поняли Не бы вообще Все свои раунды В атаке Вот именно такими делами Стенка смоков По улице Или проходит Или не проходит Но стенка Постоянно должна быть И пускай господа Из ТСМов Вообще думают Долго и упорно Сидея и старея При этом Будет проход По аутсайду Или не будет Этого самого прохода В предыдущем раунде Решили в смоке Просочиться Зайти с трех На точку а И угадали В этом раунде Решили варьировать И пойти на точку б Правда Все там Зачекано Уже И происходит У нас Перетрубация По позициям Плюс Глубокая Уже От Сика Он Поддержки тиммейта До некоего момента Времени Был это Сэмфис Правда В винтах Его моментально Похоронили Найс шот Пишет Убер Ну что-то Какие-то Уже Нервяки По-моему Это Ну и Как-то Вот Слишком Замедленно Из комплекции В подходе На точку б Придется Придется Все на этом Мэп Стоит Последний 22 19 Констатируем Счет Первой карты Между этими Двумя командами Три очка В зачет В таблицу Коллективу ТСМ Приподнимаются Не с последнего места Турнирной таблицы Североамериканского Дивизиона ИЦС Сезона под номером 2 После выигрыша Ну а мы с вами Друзья Уйдем На непродолжительную Паузу После которой Эти два коллектива Я и вы Встретимся На Дасте Втором Для повторного Выяснения отношений Между Комплексити И ТСМ Пока немного Отдохните И послушайте музыку